Детская и юношеская спортивная школа, специализирующаяся на подготовке юных борцов, пополнилась ценным инвентарем. Теперь будущие чемпионы Европы и мира будут готовиться к соревнованиям, в том числе и при помощи борцовских манекенов. Спарринг партнеров, на которых можно отрабатывать практически все приемы, детям предоставила общественная организация «Сильная позиция». Наша организация занимается в том числе и развитием спорта в нашем городе, регионе и в стране, конечно же. И сегодня стремительно развивается борьба в нашем регионе и благодаря поддержке непосредственно нашему другу Трифону Антову, который является президентом Ассоциации олимпийских видов борьбы, мы приняли решение подарить спортивный инвентарь школе борьбы Одесской области. Потому что именно здесь, в этом месте, на Михайловской, сосредоточено максимальное количество деток, начиная от маленького возраста, заканчивая взрослыми, которые успешно развиваются и успешно выступают на мировой арене. Украина в целом и Одесский регион в частности имеют давние победные традиции, как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Так, одна из семи лицензий Одесской области на последних играх в Токио была завоевана уроженцем Тарутинского района, вольником Василием Михайловым. Не лишним будет и напомнить, что единственное олимпийское золото Украине в Японии принес представитель греко-римского стиля Жан Белинюк. Поэтому поддержка детей – правильно выбранный вектор. Очень приятно, потому что такое нечасто происходит. Нечасто дарят сегодня подарки, скажем, детям, которые сегодня у нас. Но при этом и есть люди, и есть вот у нас друзья такие, есть наши друзья, друзья ассоциации олимпийских видов борьбы, которые действительно приходят, вручают подарки. Соответственно, эти подарки мы оставляем нашей школе, школа борьбы. После торжественного вручения практичных подарков в школе, во время совещания было принято решение провести всеукраинскую гимназиаду для юных борцов именно в Одессе. Лучшие из лучших войдут в состав национальной сборной и отправятся в следующем году на соревнования в Италию. Сегодня на совещании было принято решение о том, что гимназиада по борьбе будет проходить именно в Одессе. И стены греют у себя дома, когда наши ребята, спортсмены будут выступать в Одессе, конечно же, увереннее и намного лучше. И мы уверены, что наши ребята войдут в состав национальной сборной и успешно выступят на европейской гимназиаде, которая пройдет в 2022 году в Италии. Одесский регион является одним из лидеров. Одесские спортсмены были и есть, я надеюсь, будут всегда в лидерах в данных видах спорта. Это греко-римская борьба и борьба вольная. На прошлом гимназиаде Украины мы показали высокие результаты. У нас от нашего региона участвовало более 60 детей, которые принесли высокий результат. Первое командное место на Украине гимназиады среди школьников. Впоследствии наши спортсмены попали в состав сборной Украины и достойно приняли участие и показали свой результат на мировом уже уровне Ю-15, который состоялся буквально не так давно в Сербии.